И всем привет, ребят, с вами Сарваник, и сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем обозревать нового Джаггернаута. Вчера у нас вышло обновление, ну вернее сегодня оно как бы реализовало, вчера был анонс этого обновления, что пушка Скорпион теперь шанс критического урона имеет с 1% до 15%, время между пусками ракет увеличено с 0.15 до 0.3, это как бы, ну можно сказать, нерв. Время наведения уменьшено до 0.8 секунд, ну и время перезарядки после полного ракетного залпа уменьшено до 0.8 секунд. Соответственно, я смею предположить, что эти изменения пойдут на пользу Джаггернауту, но это все лишь только в теории. Как оно будет на самом деле, мы сегодня вместе с вами рассмотрим, скатаем, ну и узнаем, нагибает ли Джаггернаут новый обновленный, стал ли он лучше и стал ли он хоть как-то конкурентно способен против жестких имбовых вооружений по типу Скорпионов, по типу Громов на дальность, Громов с вакуумками, Страйкеров и прочих других вооружений, которые не давали жить Джаггернауту. Поэтому мы стараемся запикаться в новую катку, новая катка есть, ну и пробуем забрать Джаггера, при том, что это Чернобыль, очень неплохая карта, сразу ее жму, дэлит. Джаггернаут у нас выдается спустя 30 секунд после начала боя, поэтому у меня есть возможность его сейчас прямо быстро залутать. Так, ну и мы его благополучно забираем. Теперь наша задача проверить все, ну и я надеюсь на то, что Джаггернаут себя покажет хорошо. Плюс посмотрим, что у него по урону, поменялось ли что-то, не поменялось ли что-то вооружение, у меня если что фуловое. Скорпионы сразу начинают залетать по мне, ну и в принципе, наверное, это абсолютно не удивительно. Сейчас Скорпионы будут на постоянной основе пытаться мне накидывать урончик, но наша задача это жить, жить и еще раз жить. Также будем проверять сводочки, как это все дело будет работать. Ну а вы, если вам нравятся подобного рода видосы, давно у нас не было игровой тематики, обязательно поддерживайте данный видос лайком. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг на него не подписаны. Затычка у нас по 3 300 урона вылетает, в принципе, урон у нас в этом плане, если я не ошибаюсь, никак не поменялся. Позицию, которую прямо сейчас я выбираю, это, наверное, лучшая позиция на этой карте. Единственное, то, что по нам могут попадать вот так вот Скорпионы, но вроде как по цеве я урон от Скорпа не получил. Главное, чтобы меня сейчас вражеский Джиггернаут здесь не выпушил, ну и тогда можно будет здесь спокойно пожить. Скорпион пытается откуда-то сводиться, только я не совсем понимаю, откуда... А, это по вражескому танку полетело, я просто не понял, как он с первого раза по мне поймал сводочку. Ну ладно, так, пробуем, если что, выбивать типов. Четко контролируем позицию, то есть я не собираюсь агрессировать. Да, может быть это будет чуть пассивно, но я хочу попробовать пожить фулл бой, да, и посмотреть, что у нас за эту полную катку получится вообще получить. В рамках Джиггернаута и в рамках полного боя. Две с половиной минуты у нас уже прошло. Пока что играем так более пассивно, более внимательно. Пытаемся, конечно же, контролировать противников, которые меня хотят уже здесь уничтожить. Главное, конечно, в своем арсенале всегда иметь овердрайв, чтобы если что-то сильно не поражался, и я вдруг внезапно не улетел. Так, ну и Теслочка пытается здесь шаром накидывать, но это такая, знаете, накидка особо, которая работать не будет. Поэтому пока что просто контролируем позиционочку и стараемся накидывать как можно больше дамага. Конечно, шикарно было бы, если бы мы еще этот бой выиграли, победа в этом плане тоже имеет огромный вес. Но пока что стараемся просто не умереть в половине боя, а то иначе это будет немножечко обидненько. Так, ну и плюс надо ловить, конечно, противника. Пока что, если честно, особо никакого дополнительного плюса я не чувствую. Насчет урона я вот только не знаю, была ли возможность раньше так ваншоты давать. Вроде как с уроном ничего не произошло, если я не ошибаюсь. То все с уроном осталось ровно так же, как было раньше. Единственное, это хорошее изменение в плане сводки, да, и в плане критов, то что критов стало больше. Но если учитывать тот факт, что я стою в позиции, где сводка мне особо сильно не нужна, да, и нету здесь особо тяжелых танков. Так, ну давайте просто проверим, да, сводка быстрая. Хорошо, по перезарядке, моментальная перезарядка по сводке, да, то есть вы можете одну за другую сводки давать. Да, если противник под вас будет открываться, то у вас есть возможность быстрые сводки оформлять по противнику. Вот так, тут было близко, если честно. На выпушинг меня хотели поймать. Так, вражеский джиггернаут. И крит. Ой, и это может быть опасно. Так, проваливаем один выстрел. Проваливаем вторую сводку. Офигеть, как будто выстрелов стало в сводке больше. Так, пытается сводка по мне залететь. Ну и мы, благо, у вражеского джиггернаута сливаем. Так, позиционочка пока за мной. 5 минут прошло, но ситуация уже такая, знаете. Немножечко накалилась. Был шанс у противника меня уничтожить. Я бы сказал, что джиггернауту необходимо еще ускорить скорость набора овердрайва, да. То есть скорость набора овердрайва должна зависеть от киллов. То, что она до сих пор от них не зависит, для меня лично непонятно. Потому что когда-то это работало именно в таком виде. И это было очень и очень актуально. Поэтому я бы, наверное, сказал, что сейчас эта обновочка тоже бы очень неплохо смотрелась. То есть на сегодняшний день бы это могло бы неплохо так помочь в игре нашей. Так, ну по мне тут пытаются уже накидывать ребятки. Жиз, лодки залетают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то я проморгал. Проморгал я, проморгал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 0 хп остается у меня. 40% овердрайва. Но любая тычка, которая залетит, я просто лечу на респ. К сожалению, у меня здесь даже шансов на пик нет. Если сейчас здесь подъемчик наши ребятки не законтролят, то по ощущениям мы вместе с вами улетаем. Свою овердрайва прожимать, конечно же, не буду. Конечно, можно было бы рожаться. Ой-ой-ой, хп можно было получить от тиммейта. Так, одного слил. Второго слил, 90%. Живем-живем-живем-живем-живем. Тесла обкатывает. Ну, шикарно, успеваю все-таки выжить. Так, но рикошета я, конечно, не ожидал у себя в спине увидеть. Особенно учитывая тот расклад, что я не думал, что он будет с поражатым овердрайвом. Мне показалось сначала, что это вообще наш тиммейт. Получилось так, что это противник. 32 кила у меня. Ну, пробуем пока что накидочку здесь какую-то демонстрировать. Пробуем здесь что-то добавлять. Сводка стала крутая, да. Но, насколько часто я буду ей пользоваться, если это не вражеский джаггернаут, то, наверное, я особо сильно много пользоваться этой сводкой не буду. Да. Но за счет этого где-то, да, пожить можно чуть подольше. Но главная проблема джаггернаута на сегодняшний день, как по мне, это скорость набора овердрайва. Да, то есть скорость набора овердрайва, это та вещь, которая... Нифига себе, я в себя накидал. Ровно, благо овердрайв сейчас будет. Это та вещь, которая, ну, как по мне, реально необходима, да. Ну и позиция сейчас, которая встала намного лучше, чем та позиция, которая у меня была до этого. Потому что здесь у вас есть возможность большего обзора, плюс у вас есть возможность контроля вражеского тыла. Оттуда вам не может прилететь внезапный большой урон, если вы просто смотрите здесь позиционку слева, позиционку справа. Да, вы просто грамотно можете здесь раскручивать свой танк. Ну и плюс в подъем моментальная сводочка залетает, сразу перезарядочка, сразу последующего можно делать сводку. И плюс количество ракет, по ощущениям, как раз таки в этой сводке стало больше, чем было до этого. Сейчас проверим. Да, еще и даже нулевой урон успевает пропасть, и я успеваю еще разочек противника зацепить и уничтожить. Ну круто, 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 что хоть какие-то плюсы есть уже у Джиггернаута, но хотелось бы, конечно, видеть еще больше. Потому что нужно понимать, что сейчас баланс пушек по типу там грома, скорпиона, он, ну, немножко на другом уровне, да. Если бы, например, противник сейчас какой-то попался бы грамотный с громом, с вакуумкой, да, он бы мог меня от стеночек очень много урона накидать и мог бы меня уничтожить, да, при этом без особых проблем. Так, Джиггернаут у нас там, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, вот он. Вот он, тот самый гром, вот он, та самая Тесла, но Крит залетел, вот видите, шикарный Крит. Шикарный Крит тоже сейвит, тоже сейвит, дает возможность пожить. Тут я, конечно, отвлекся на Джиггернаута, не понимаю, почему сводка не залетает. Ну, сводка не ловится, ну ладно. Позиция, может, не очень хорошая. Ну, Джиггернаута и так набревает. И мы уже 3-0 ведём. 6 минут остаётся до конца боя, 43 килла у меня пока что есть. Что касаемо киллов, это, наверное, не большое количество, но нужно понимать, что сейчас ты уже не можешь так агрессивно играть на Джиггернауте, как ты мог играть раньше, да, и делать большое количество киллов, там больше сотки. Всё из-за того, что, ну, летят совсем другие цифры к тебе. Совсем другие, да, и совсем большое, совсем другое количество противников может тебя быстро уничтожить, да, за счёт как раз-таки этих имбовых устройств. Поэтому уже нужно играть более аккуратно, более пассивно, но всё равно неплохо, неплохо. Если какие-то 70 киллов я здесь выбью, это будет уже неплохой результат. Даже для такой карты, для такого боя это уже будет очень-очень неплохо. Можно, конечно, попикать, поагрессировать, но нужно понимать, что каждая ваша агрессия, это может быть уничтожение от противника, и тогда вы просто теряете джаггернаутика. Но в целом, наверное, на каком-нибудь грамме, в каком-нибудь грамме здесь можно было бы побольше киллов дать. Да, если просто там постоять, покилять, поработать на очки. Думаю, что можно было бы что-то думать. Так, делаем вид, что я не вижу этого молодого человека. Делаем вид, что я его не вижу. Так, ну, не бейтим его, конечно, на подъём. Раскручиваем, поворачиваем. Не уничтожаем, к сожалению. Так, ну и теперь на откатке назад. Можно прожать овердрайв. И можно спокойно его забрать. 4 минуты до конца. 30... 52 килла. 52 килла. Пробуем до 70 дотянуть. Ну и посмотрим, вообще, что тут по прибыли будет. В целом, да? Насколько это выгодно. Джаггернаут хорош тем, что вы не тратите никаких припасов. То есть, если вы, например, не имеете супер-хорошего вооружения на своём аккаунте, либо не имеете большого количества припасов, то джаггернаут это очень-очень хороший вариант прокачки аккаунта. Ну и плюс экономный вариант прокачки аккаунта. Поэтому этим можно очень неплохо пользоваться. Ну и... Конечно, есть уникальный танк, который единственный на карте за одну команду. Да, это тоже нужно не забывать. Но насколько этот уникальный танк сильный, вот в чём вопрос. На сегодняшний момент времени я вижу, что он явно стал сильнее. Он явно стал сильнее, но я бы сказал, что его можно ещё апать. Можно ещё апать, можно ещё сильнее делать. И в этом ничего плохого не будет. Но с такой сводкой уже да. Явно поприятнее играть. Можно больше дать и киллов, и в определённых ситуациях можно выжить. Да, где раньше, например, у противника было больше возможности вас уничтожить. Сейчас у вас есть возможность. Вот так вот сводочку даёте. Ну и сбривать того противника, который хотел по вам поражать, например, овердрайв. Так, под грамма пикать, наверное, не буду. Прожатым овердрайвом. Просто так посейвимся. Аккуратненько покидаем. Получается уже сколько? Шесть. Шесть овердрайвов прожали противники. Пока что. Пока что не уничтожив. Пока что не уничтожив. Я думаю, что скорее всего у них уже не получится, потому что там у викингов. Скорее всего овердрайвов уже до конца боя не будет. Единственное, мне бы хотелось бы ещё киллов дать. Мы можем чуть-чуть поагрессировать. В принципе, даже если у меня салют, то уже ничего плохого в этом плане не произойдёт. Это мы можем попробовать. Дать противнику возможность на дополнительный подпушинг. И... Попытаем удачу. Проверим. Ну да, криты, криты очень сильно спасают. Вот сейчас вот видите, да, крит фулл танк уничтожает. Фулл средний танк уничтожает крит. То есть, грубо говоря, у вас есть в два, может быть, в три раза больше возможностей не умереть от противника, который будет под овердрайвом в вас влетать. То есть, вы ему просто критованный выстрел даёте. И если это средний, а не тяжёлый танк, то вы его уничтожите. Ну, чаще всего сейчас джиггернауту сливают, конечно же, викинг. Поэтому как раз-таки у вас есть возможность сделать так, чтобы этот викинг вас особо сильно не напрягал и не мог законтролить и уничтожить. То есть, в принципе, круто, круто, круто. Интересно, сколько на новом джиггернауте можно вообще максималку выбить? Можно ли набить больше там сотки? Сто писятки какой-нибудь? Есть ли такая возможность? Напишите в комментариях, сколько киллов вы, возможно, уже набивали на новом обновлённом. Либо же попробуйте набить какое-то большое количество киллов. Потом в комментариях напишите, сколько у вас получилось дать. Ну и вообще, как вам новый обновлённый джиггернаут? Какого вы мнения? Согласны ли вы с моей точки зрения, что он стал лучше, но его можно ещё апать? Потому что я считаю, что всё равно против сильных противников, против устройств станкафанда, да, будет очень тяжело даже такому джиггернауту. Даже такому джиггернауту будет тяжело. Но в любом случае это уже не тот старый джаггер. Да, этот джиггер уже может дать неплохой отпор, неплохое сопротивление. Ну и с таким шансом критического урона есть возможность просто ваншотить противника, который будет с овердрайвом на вас лететь. Вне зависимости от того, какой у него будет дрон. Да, у вас будет возможность его ваншотнуть. Поддерживайте обязательно данный видос лайком, если он вам понравился. Также не забывайте, конечно же, подписываться на канал, если вы ещё вдруг не подписаны. Нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, не забывать про текст создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунтике мой личный текст это Тектимпе. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Все информации по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом всё. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.